Здесь происходит следующее. Коммунальник, из-за того, что неудовлетворительно обслуживает дом, двумя решениями суда был наш дом снят из реестра домов, которые он обслуживает. Так как в том году у нас текло, квартиры протекали, в четырех квартирах протекала кровля. После ихнего ремонта стало течь в 16 квартирах. И после этого вот эта дама, которая находится в красном пальто, появилась и собрала 92% подписей жителей за то, чтобы коммунальник у нас продолжал обслуживать. То есть, другими словами, за то, что коммунальник оставил 80% жителей 12 этажа без кровли. Без кровли. Люди живут с тазами, с грибком. И некоторые люди не могут проживать в квартирах, так как запахи и все такое прочее. А она собрала 92% подписей за коммунальник. 92%? 92% за коммунальник. То есть, другими словами, больше 300 подписей она собрала за коммунальник. А подписи эти можно посмотреть, проверить? Нет, их никто не видел. Только есть протокол, который отнесли в администрацию. И администрация на основании ее протокола отменила выбор управляющей компании на тендерных процедурах. То есть, если дом снимается с лицензии, он выставляется на тендер. И абсолютно ликвидные, честные компании с абсолютно железными документами участвуют в тендере. И в честной борьбе выигрывают тендер и начинают обслуживать наш дом. А вы стали старше подумать? Это случилось за неделю. Я не видел протокола. Единственное, что в администрации мне сказал, есть там такой товарищ Павел Александрович Жданов, который отменил торги одним днем по протоколу. Ни председатель Совета Дома, ни члена Совета Дома не были уведомлены и вообще не знали, что такое собрание якобы или как-то оно там проходит. Но протокол родился. И с этим протоколом не ознакомливают ни председатели Совета Дома, ни в том числе всех желающих, которые собрались. А здесь собрались люди, которых использовали в темную. То есть, другими словами, люди узнали от нее, что они находятся в Совете Дома. Баба Маша, а почему вы туда, в эту компанию не идете? Я? Я что, дура, что ли? Туда. Ну, я дура, что ли? Скажи мне. Я пока не дура. Данная гражданка не проживает в этом доме, не прописана. Вы имеете в виду вот ту? В Красном Пальто. Зовут ее Ольга Владимировна. И с информацией, которую мне дали в администрации города, она работает в структурах близких или внутри структуры ЖКС. О, это вот коммунальный Кирин, который. Ага. И Маевский. Маевский. И я скажу больше, если вы так уже записываете нас, то я скажу больше. Мы с февраля месяца не получили ни одного финансового документа, куда расходуются денежные средства дома. По статьям «Текущий ремонт и содержание жилья». Это сумма более 4 миллионов. Можете посмотреть, в каком состоянии находится помещение, которое занимает коммунальник совершенно необоснованно. А там будут играть дети, оно обрушится. И кровля у нас протекает до девятого этажа. То есть с крыши грибок со всеми вытекающими последствиями.